Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Сегодня второй день после Пасхи, 21 апреля 2014 года. Мы записываем серию бесед, называется «Жития святых во свете Библии», чтобы все видеть открытым оком. Вопрос 2140-й. В Грузии живет поп-радикал, отец Василий, мамо Василий. Как он крушит сектантов, как древний пророк Илья? Нашим русским нельзя ли поучиться у него? Может, следовало послать туда наших командировочных патриотов? Сами вы не желали бы перенять опыт этих ревнителей о чистоте православия? Были ли такие ревностные, в кавычках, «святые» по житиям? Ответ. Слово «радикал» означает с латинской «коренной». Коренная лошадь всегда запрягается в середине. Она везет основную тяжесть и направляет ход транспорта. А сбоку лошадь – это престижные помощники. Это лично ко мне относятся, ибо я в престижных никогда не ходил. Меня Господь сразу запряг и наложил крепкий рвок проповедника, неповрежденного Слова Божия. Чтобы я нес его, не распрягаясь, мне пришлось быть радикалом в семье и среди знакомых. Радикал всегда сторонник крайних, решительных действий, взглядов. Согласно этому определению, все пророки были радикалами. Грузинский священник действует точно по древнему рецепту. Он физически изничтожает сектантские сборища, разгоняет их, уничтожает их литературу. О нем я уже писал во втором томе, открытым оком, страница 588-598. В газете «Комсомольская правда» за 10-е, 4-е 2002 года была большая заметка о «Мамо Басилия». Кавычки. За семь лет «Мамо Басилия» сотоварищей избил 80 конгрессов и эгоистов. Однажды ему стало известно, что в Тбилиси прибыл их контейнер – 12 тонн литературы. Соратники «Попа» отбили груз и сожгли его на кострах. Грузинская газета «Резонанси» посмела написать от священники что-то не то. «Мамо Басилий» пришел к редакции и заварил входную железную дверь электросваркой. Надо ли говорить, что популярность в народе у «Попа» бешеная? Хорошо, хорош радикал, но только для древнего Израиля. В Новом Завете мы уже нигде не видим, чтобы апостолы призывали к таким действиям. Ныне борьба идет только на идейном уровне. Когда апостол Павел был возмущен идолопоклонством афинян, он не взялся их крушить, а стал людей учить. В Деянии 17.6, 16.17.23 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенника, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я и проповедую вам. Последствия работы этого мамо будут чрезвычайно горькие для Грузии. По их конституции его нужно изолировать. И вот, слушаю по радио, его арестовали. Полгода он вскрывался, и 70 человек пытались его защищать. Предельно пока обвинение в захищении чужого имущества. Посадили его, отсидел. И нынче в Грузии мы были, в 13-м году вышел, и сейчас очень тихий. Есть такие в житиях герои, но они много учили народ. Аверки, 22 октября. Однажды там справлялся торжественный праздник в честь идолов. И все неверующие, собравшись в свой храм, ликовали и поклонялись своим бездушным богам, идолам, принося им жертвы. Святой Аверки при виде такого зрелища прослезился, скорбя о том, что люди, ослепленные безумием, оставив Бога, поклоняются бесам. И забыв создателя, чтут творения рук человеческих. Затворившись у себя дома, епископ молился, говоря, Божий вековый Господи милости, ты создал всю вселенную и управляешь ею. Ты послал единородного Сына Своего на землю, чтобы он воплотился ради человека. Милостивым оком взгляни ныне с небес на весь мир. Не остави города сего, где ты поставил меня пастырем словесных овец твоих. Посмотри на помраченных людей. Честь тебе подобающие они воздают не тебе, а скверным бесам, идолам, которых сами же себе сотворили. Избави, Господи, этих заблуждающихся людей от погибели, из тьмы. Приведи их к истинному твоему свету. Сопречти их к избранному твоему стаду. После всей усердной молитвы святой уснул, так как уже наступила ночь. И вот в сонном видении ему предстал юноша необычайной красоты. Он, давая Аверкию жезл в руки, говорил, «Иди, Аверки, во имя мое и этим жезлом сокруши начальникам заблуждения». Пробудившись от сна, Аверки понял, что в видении ему явился сам Господь. И почувствовал в сердце свою несказанную радость. Исполнившись рвением, он точно встал и взял попавшийся ему кол. Той же ночью в девятый час отправился к храму Аполлона, где накануне происходил праздник языческий и было принесено множество жертв. В этом храме находилось много драгоценных, прекрасно убранных идолов. Подойдя к храму, Аверки нашел двери его запертыми. Он ударил в них, и они точно распахнулись перед ним. Войдя в храм, святой епископ сначала стал поражать главного идола Аполлона, а затем и других. Всех их он сокрушил и разбил на мелкие части. Глухие же и немые идолы, будучи бездушными, не обладая силою, не могли защищать себя, когда святой сокрушал их. Только слышался стук от их падения. Жрецы идольские, жившие недалеко от храма, проснулись, и, слышав в храме великий стук, не понимали, что это могло значить. Прибежав ко храму, они увидели, что идолы боговы лежали на земле в прахе, а святой Аверки попирал обломки идолов своими ногами и сокрушал их жезлом. При виде сего на жрецов напал страх. Ах, святой же, обратившись к ним, сказал с гневом, «Ступайте к начальникам города и ко всему народу. Скажите, что боги ваши, упившись на вчерашнем празднике, который вы устроили для них, перебронились между собой и упав на землю, разбились». Сказав это, святой отправился в свой дом, как сильный муж, победивший врагов. И такими, воистину, были идолы, приведшие к погибели много душ человеческих. Когда народ находился в таком волнении и уже хотел напасть на дом Аверки, соседи епископа, услышав осем, отправились к нему в дом. Они застали его учащим, собравшись к нему верующих, и рассказали ему все, что слышали в народе, который хочет идти к его дому и схватить его, как злодея. Услышав, все верующие устрашились и молили своего пастыря выйти из дома и скрыться где-нибудь на время, пока не прекратится волнение народное. Святой же без страха сказал им в ответ, «Господь повелел своим апостолам, чтобы они с дерзновением безбоязненно проповедовали всем народам слово спасения. Так мне ли бояться людей, восставших против меня и ищущих моей души за мою ревность о Боге моем? Если я и могу скрыться от рук человеческих, то как могу я избежать руки Божией? Какое место может укрыть меня от Него? Поистине, говорю вам, братья, не пристало нам бояться и скрываться, когда нам помогает сам Господь, хранитель жизни нашей. Пострадать за Него есть благо, и смерть за Него слаще всякой благополучной жизни». Сказав, сие святой вышел из своего дома и отправился в самую середину города, а верующие следовали за Ним. Придя на то место, где обыкновенно собирался народ, и во всем на возвышение, Аверкин стал поучать бывшие там людей, чтобы они познали истинного Бога, поняли прелесть бесовскую и ложность богов своих, и отказались от идолослужения. Он умолял, чтобы они верно служили единому Богу, вышних живущему, создателю всего мира. Тогда некоторые из язычников отправились к начальникам городским и к народу, собравшемуся при храме Аполлона, и негодующему на неспровержение идолов, и возвестили, что Аверки среди города поучают людей вере Христовой. Услышав о всем, все еще более разгневались на Аверки, который не только сокрушил идолов их, но даже дерзнул явно перед всеми проповедовать свою христианскую веру. Вышедшие из храма, они страшным гневом пошли туда, где находился святой, чтобы тотчас убить его. Услышав его учения и увидев чудеса, все люди уверовали в Господа Иисуса Христа и просили Аверки, чтобы он сподобил их святого крещения. Так как уже был вечер, то святой отложил крещение их до утра, повелев всем готовиться к принятию святого таинства. Когда утром на другой день собрался народ, он повел всех к церкви и снова поучал их. Затем, сотворив обычные молитвы, крестил в тот день 500 мужей. И в течение неногих дней, не только Иераполь, но и другие окрестные города и деревни, он привел к Христову веру и крещением соединил с Богом. Вопрос 2141. Когда человек много перетерпит в болезни или в несчастьях, то сердце его делается более мягким, сострадательным. Когда закончились гонения на христиан, то явили ли они миру терпимость, вере и в ином, ибо опыту уже был достаточный, что не желай ближнему, ничего себе не желаешь, не хочешь. Ответ. Ветхозаветний дух сокрушения идолов физически, а не в сознании людей, крепко засел в головах у анергесовых. Принцип всем вместе идти только скопом. Не дал возможности духу свободы во Христе даже вздохнуть. Его тут же бы задушили. Горько и больно считать, что некрещенный император Константин оказался выше архиереев вероисповедания. А у православных эта заноза так и не выгнила. Как только чуть-чуть им дали вали власть, так они душили и ловили старобрядцев, гонялись за их священниками и епископами, как в зимнем лесу за зайцами. Потом штунду разнокалиберную травили и ссылали. А уж потом на них самих пришла эта сталинская чума под благословением мощи Ленина. И ныне чуть им дали власть, позволили прислониться к президентским хорубям, как они уже отбирают храмы у русских же, у православных же, но у белой мигрантской церкви храма. И здесь гнут законы под свою тоталитарную сущность, монастырскую. Православие или смерть? Не подумайте, что преувеличиваю или нагнетаю. Так и пишут. Теперь этот лозунг признан экстремистским. Есть великодержавные организации, которые так в одной строке пишут. Мы за православие, но против христианства. 2 Коринфян 3,17. Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода. Сильвестр 2 января. Церковь Христова день от дня возрастала и умножала в счастье своих чад, а идолопоклонство умолялось. Это привело в радость верующих, которых в Риме было уже так много, что они хотели издать из города всех, не желавших стать христианами. Царь однако запретил это народу, сказав, Бог наш не хочет, чтобы кто-нибудь обращался к нему, будучи принужден к этому. А кто по своему расположению с добрым умерением приступает к нему, к тому он благоволит и милостиво его принимает. Итак, кто хочет, так пусть и верует, с полной свободой, и пусть один не преследует другого. От этого царского слова народ еще больше возрадовался, видя, что царь предоставляет каждому жить по своей вере, как кому желательно. Вошли затем и евреи, в количестве 120 человек, и точно началась беседа, которую цариса Елена слушала, сидя за занавесом. А царь с синклитом обсуждал то, что говорилось с той и другой стороны. Вопрос. В 2142-й. Добрый ли закон издает сегодняшний раз по отношению верующих? Ответ. Примером для правителей может быть отношение к своим подопечным царя Константина. Веротерпимость. Вот залог победы. Если будем, со словом Божьим в руках и свободно нести благую весть. А сегодняшняя архиерея, московско-сталинская, обмерщенная патриархия, так и тянутся за наручниками, чтобы снова всех несогласных с их лжеверой заковать, посадить, сгноить. Весьма зело похоже сия жена на всех гонителей. Откровение 17-16. И десять врагов, которые ты видел на двери, си возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Константин император, 21 мая. Став единодержавным властелином всей Римской империи, объявив веротерпимость во всей вселенной, Константин, однако, не был теплохладен. В своей царственной жизни, отказавшись от изыщества и ставшего во главе христианского общества, он в христианстве видел важнейшую опору империи. Основной залог могущества при успеянии государства, которое, по его мнению, должно пролагать путь к свободному, без насилия, во дворению Царства Божия на земле, указывать и давать средства для воспитания и усовершенствования человеческого духа, рода, в Духе Христовом. Тем не менее, Константин не оставил без внимания арианского дела. На первых порах он отправил обширное примирительное послание в Александрию с убедительной просьбой к епископу Александру и арию прекратить взаимный раздор. По мнению царя, неправ был и епископ по своей неосторожности и резким вопрошениям. Виноват и арии, что расторг общения, не покоряясь епископу. Он рекомендует обоим взять пример с философов, которые, хотя и спорят между собой, но уживаются мирно. При том же, оба они стоят на общей почве. Оба признают божественное провидение, а потому им легко примириться. Вопрос. 2143. Оппоненты и батюшки благословляют служить в армии, принимая присягу и оружие в руки, ссылаясь более на предание, что эти святые это служили и Бог их не укорил. Так ли это? Ответ. Так говорят, когда в душе нет веры в загробную жизнь. Когда не верят в Слово Божие и жития не читали. Кто знает жития, таких вообще очень и очень мало. А кто прочитал хотя бы раз, один раз от корки до корки, попробует найти. Мне пришлось пройти все 12 томов жития. Не раз, а до 12. Это означает, что они мне известны немного. Про службу в армии и про войну у нас много сказано в книге. К истину православия в главе. А я говорю вам, любите врагов ваших. Прочтите. И в житиях не все шли на нарушение Божьей заповеди. Не убей. Слово голоден понятно всем. И что он есть хочет, и что его кто-то должен накормить. И в Библии это словосочетание голоден накорми встречается только два раза и оба в отношении врага. Это заповедь к христианам. И не написано, что залей ему в глотку олово расплавленное или голову отрежь, как в чеченских. Так и напечатано. Римлянам 12.20 Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие оволья. Чудом Божьим ослепленные враги оказались в середине того государства, против которого воевали только на приграничных заставах. 4.6.20.23 Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, Господи, открой глаза им, чтобы они видели, открыл Господь глаза их. Увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисею, увидев их, не избить ли их, отец мой? И сказал он, не убивай их. Разве мечом твоим и луком твоим ты приняла их? Чтобы убивать их. Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, они ели и пили, отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полщища сирийские в землю Израилеву. Милей 10 ноября Святой епископ Милей происходил из персидской страны. Приняв святое крещение, он еще в юных летах занялся изучением священного писания. Достигший совершенных лет он задумал служить военным званием, прибывшим тогда персидском царе. Но ему было видение от Бога, в котором с угрозами запрещено было поступать в военное звание. Вопрос 2144 Церковь во все века была гонима. Сейчас мы проживаем спокойный период. Может он для того и дан, чтобы подробно изучать опыт предыдущих поколений, дабы не быть застегнутыми врасплох? Ответ Чем неожиданнее случится что-то, говорит Иоанн Златоустый, тем труднее это переносится. Тот, кто не изучает историю, тот рискует повторить ее в худших вариантах. 1 Коринфян 10-6 А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в оставлении нам достигших последних веков 1 Коринфян 10-11 Лука 13-3 Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Об этом же Артемон 13 апреля, Акила 13 июня, царствования Деклетиана, здесь 84-305, было издано 4 указа против христиан. Первый указ был объявлен в феврале 303 года. Этим указом предписывалось разрушение церквей и сожжение святых книг. Вместе с тем христиане лишались гражданских прав, чести, покровительства законов и своих должностей. Рабы-христиане утрачивали свободу, право на свободе. Если получил ее по какому-нибудь случаю, оставались в христианстве. Вскоре был измыл второй указ, которым повелевалось всех представителей церквей и других духовных лиц заключать в темнице. Таким образом, указ касается одних только духовных лиц. Последних обвинили перед императором как зачинщиков восстания в Сирии и Армении, к несчастью для христиан, начавшихся вслед за появлением первого указа. В том же 303 году последовал третий указ. Всех заключенных на основании второго указа велено было принуждать принесению жертв под опасением пыток за сопротивление. И, наконец, в 304 году был обнародован последний, четвертый указ, которым объявлялось повсюдное гонение на христиан, кавычки открыты, великое гонение, о котором говорится в данном житии, очевидно относится к гонениям. Последовавшему за четвертым указом из-за этого указа пролилось более всего христианской крови. Он действовал целых 8 лет, до 311 года, когда император Галерия особым указом увидел христианство дозволенной религией. Гонение Диоклетиана было последним. В нем христианство почти после трехвековой борьбы одержало окончательную победу над изыществом. Георгий Исповедник 7 апреля Левый Ставрянин царства с 717 по 741 год. Он происходил из класса зажитивших христиан и настолько выделился своей военной службой при христиане втором, что в 717 году при общем одобрении был возведен императорский престол. Обратим внимание на церковные дела и, между прочим, на суеверие, иконопочитание, он решился уничтожить последние полицейскими мерами. Сначала он в 726 год издал эдикт только против поклонения иконам, для чего приказал поставить их в церковь повыше, чтобы народ не лобызал их. В 730 году был издан эдикт, повелевающий вынести иконы из храмов. Левый Ставрянин достиг того, что иконы временно были выведены из церковного употребления. Анисия Дьева 30 декабря И тот, чем же враг выдумывает следующее, желая похоронить в пыли и забвения славу святых мучеников, дабы не помнили о них последующее поколение, сделать безвестными их подвиги и лишить описания. Завистник устроил так, чтобы христиане избивались повсюду без суда и испытания, уже не царями и военачальниками, но самыми простыми и последними людьми. Всезлобивый враг не разумел, что Бог требует не слова, а только доброго произволения. По угубив великое множество христиан, Максимиан по дьявольскому научению притворился как бы изнемогшим. Вдоволь насытившись кровью неповинных, он уподобился кровожадному зверю, который, когда уже присытится мясом и более не хочет есть, то кажется как бы кротким и пренебрегает и мимоходящими животными. Так и этот несчастивый мучитель, получив отвращение к убийству, притворился кротким. Он говорил, недостойны христиане того, чтобы их умерщвлять перед царскими очами. Какая нужда испытывать и судить их и записывать их слова в биянии? Ибо эти записи будут считаться и передаваться из рода в род теми, кто исповедует ту же христианскую веру и память их будет праздноваться затем вовеки. Почему же мне не повелеть, чтобы их заколали как животных без допроса и записей так, чтобы из смерти их была безвестна и память от них сглохла в молчании? Приняв такое решение, нечестивый царь точно же издал повсюду повеление, чтобы всякий желающий мог убивать христиан без боязни, не опасаясь ни суда, ни казни за убийство. И стали сбивать христиан без числа ежедневно и во всех странах, городах и селах, на площадях и дорогах. Всякий встречающий верующего, как только узнавал, что христианин, тот час же не говоря ни слова ударял его чем-либо или пронзал ножом и разрубил мечом, разрубал или другим каким-либо стучившимся орудием, камнем или палкой и убивал как зверя. Так что исполнили слова Писания. Псалом 43, 23. Но за тебя умиршляет на всякий день, считает нас завет, обреченных на заклание. И об этом же говорится Григорий Амириский 12 декабря. Во время царствования благочестивого царя Авраамия, архиепископ Григорий, поставив во многих городах епископов, мужей, ученых и красноречивых, посоветовал царю, чтобы тот иудеям и язычникам, находившимся в его стране, повелевал креститься или в противном случае предавал их смертной казни. По изданию царского повеления об этом множество евреев и язычников с женами и щадами из боязни смерти стали приступать ко святому крещению. Тогда старейшие и спутнейшие законы евреи, собравшись ото всех городов, составили тайное собрание, освещаясь, что им предпринять и рассуждали между собою, если мы не крестимся, то по приказанию царя будем убиты и мы, и наши жены, и дети. А одни из них говорили, чтобы не умереть, нам преждевременно смертью исполним волю царскую, но в тайне держали, будем держаться верой нашей. Исихий 10 мая Максимиан исключил христиан из военной службы и тех, которые желали оставаться в христианской вере, повелел снять с себя воинские пояса и перейти в положение наемных слуг. После такого царского повеления многие предпочли бесславную жизнь, слуг губительного по счету воинского звания. В счастливе было славное Исихий. Галерий имел сильное влияние на перестарелого императора еще до издания в 303 году общего редикта против христиан выпринудил его издать частный редикт, по которому христиане удалялись из военной службы Юлиан и Василиса 8 января. 20 воинов, бывшие при этом уверовали во Христа, но так как блаженный Юлиан не был пресвитером и не мог крестить уверовавших, то это его повергло в печаль. Однако Господь, исполняющий желания боящихся его, послал им пресвитера. В этом городе был один человек весьма знатного происхождения, которого цари Диаклетиана Максимяна очень уважали, как родственника одного из бывших императоров Карина. Этот человек со всем своим семейством исповедовал христианскую веру. Он и супруга его скончались в вере и благочестии, оставив после себя семерых сыновей, которые, хотя и были юные годами, но зрелый разумом из уважения к их родителям, царю, позволяли им исповедовать отцовскую веру и безбоязненно прославлять Христа своего. Поэтому у них был свой пресвитер по имени Антоний, из рук которого они принимали святые таинства. Им-то Бог в особом откровении повелел идти вместе с собой пресвитером в темницу и посетить находящиеся там Ильяна и Кельсия. Пресвитера крестил блаженного отрока Кельсия, сына правителя, и двадцать воинов, а семеро тех братьев возгорели с ревностью к общему с ними страданию за Христа и не хотели уходить из темницы. Узнав о семе, Гимон удивился, что те, которым царями было разрешено свободно исповедовать христианскую веру, сами идут в вузы и на мучения. И призвав братьев к себе, Он долго увещевал их и идти домой и славить своего Христа, как им угодно, раз им дано такое позволение от царей. Но они стремились в вузы и темницу и не желали свободы. Аминь.